Всем привет, ребята! С вами Аня Покров и это новый выпуск новостей! Вы заметили, как новости теперь часто выходят? Вот я вам обещаю, слезно обещаю, наверное, ну точно, обещаю, что выпуски теперь будут выходить вот так вот, два раза в неделю. Представляете, вы будете узнавать все новости самыми первыми. Теперь вы можете ставить себе будильнички на вторник и на пятницу и ждать новых выпусков. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и погнали! Моргенштерн открыл свой собственный ресторан. Муау! Ресторан называется Кайф. И недавно было открытие ресторана, где собралось столько звезд! Филипп Киркоров, Клава Кока, Нелета и даже Наш Даня вместе с Артуром! Хоть вы и не знали, что Артур был там, но я-то все знаю про него. Он сказал, там столько реально звезд было и Хамаль Навай, ну просто все! Это было очень круто! Ресторан ему понравился, то, что он чисто фанат Алишера. Находится он на третьем этаже под куполом, там типа все красиво. Я единственное не поняла, почему Алишер открыл прям ресторан. Не знаю, это так не сочетается с его образом, типа Моргенштерн и ресторан для мажоров. Ну, он так захотел. Кстати, он знаете, что в своем инстаграме написал? Еще вам зачитаю. Нижнейший виват всем, кто сегодня стал частью новой эры и московского отдыха. Разрешаю вам потом хвастаться, что стояли у истоков. Остальным соболезную, ведь 99,9% что вас сюда никогда не пустят. Нормально? В общем, нормальный ход китайским паспортом. Ждите большой фильм о кайф, хотя бы в интернете посмотрите, каково это. Отныне я не рэпер, не музыкант и даже не серьезный артист. Не смейте меня оскорблять. Теперь я большой дядя, огромный дядя, с большой любовью и уважением, не любящий вас нихуя и не уважающий мистер Моргенштерн. Ну, короче, все в стиле Моргена. Обосрал так обосрал. Знаешь, Моргенштерн, а я вот приду в твой ресторан, чтобы ты так не говорил, что мы не придем к тебе. Угу, надеюсь, меня пустят. Ну, я так, оденусь поприличнее, тучку вот с собой возьму. Посмотрим, что там накайфовал. Скандал между Владом Роули и XO Тим. А вот здесь нужно разбираться поподробнее. Влад недавно выложил историю и у него спросили, что там за скандал у вас с Тимом был. Влад сказал, меня позвали в Сочи на проект XO для хайпа. Они хотели изначально это сделать по сценарию. Короче, типа на него начал наезжать Роули. А, он начал говорить, что это он наехал на Тима. И завязалась вот такая вот херня. На что Тим и Мишель дали ответы в своих инстаграмах. Вот такие долгие, короче, они там рассказывали все. Я расскажу свою точку зрения, вы серьезно не воспринимайте, я просто вот так вижу эту ситуацию. Я была тогда в Сочи, была с ребятами из XO и была как раз в ту вечеринку, когда разразился скандал. Что по факту произошло? Скорее всего, скорее всего, все равно было это в голове у ребят. Это не то, что было сценарием, но они, конечно же, хотели, мне кажется, вывести Роули на скандал. И это было реально в реалите. Но скандал-то начался из-за чего? По факту это Роули начал хайпить на Мишель. Мишель можно понять, потому что там вообще жопа произошла. Но в выпуске УДИ у нашей Роули предложил встречаться Мишель. Она не знала о том, что это был просто выпуск хайпа. Она думала, что это серьезно, поэтому это ее сильно обидело. И Тим решил за нее заступиться на той вечеринке. Конечно, я же говорю еще раз, это, скорее всего, было для хайпа, опять-таки. Но ничего такого по итогу там не произошло. Они поругались, потом они вышли вдвоем поговорить. Там Тим извинился, они пошли друг другу руку и вернулись. И что сейчас из этого происходит, я не понимаю. Зачем это Влада нужно? Зачем это ребятам нужно? Ну, конечно, все хотят побольше огласки себе же и побольше хайпа. Выйдутый из ничего скандал. Короче, скандал, интриги, расследование. Интервью Сони Слипи Принцесс. Короче, Соня рассказала в своем интервью о том, что она перестала общаться с девочками после ухода из хайпхауса. То есть сейчас она общается, не общается ни с Юлей, ни с Валей, ни с Катей, ни с кем. При том, что она вроде как хотела сохранить отношения. Она даже поздравила Юлю с четырьмя миллионами в инстаграме. Но потом Юля не поздравила ее и так далее. Они просто перестали общаться. Валя беспричинно перестала с ней общаться, даже типа не поговорив с ней об уходе. Ну, что здесь можно сказать? Я не знаю ничего, что происходило между девочками, поэтому здесь сложно судить. Есть только один вывод. Они не общаются. А что между ними произошло, я не знаю. Распираться не хочу. Катя Адушкина выпустит собственную книгу. Катя выложила у себя в сториз инфу о том, что она готовит обложку для будущей собственной книжки. И, конечно же, подписчики разделились на два лагеря. Первый, который поддерживает ее и говорит, давай, Катя, ты все сможешь. Там, ну, ее как бы фанаты и неадекватные люди, которые начали говорить, ну, куда ты лезешь? Ну, опять, ну, короче, вот эти хейтеры. Мне очень интересно, о чем будет эта книга. Напишите в комментариях, кстати, как вы думаете. Мне кажется, это будет какая-нибудь автобиография Кати или что-нибудь такое. Хабиб, самый популярный инстаграм-блогер СНГ. После боя на Хабиба подписалось 2,5 миллиона человек. И получается, что он обогнал Олечку Бузову, которая только недавно попала в книгу рекордов Гиннесса как девушку с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Просто что, мозг взрывается 2,5 миллиона, вы представляете, за сутки буквально или сколько. И также Хабиб сказал, что он заканчивает свою карьеру после смерти отца. Он обещал маме, что больше не будет драться. И он остался абсолютным чемпионом мира, потому что он провел 29 боев, у него не было ни одного поражения. А сейчас он уходит. Зато сам популярный блогер в инстаграме. Ну, чё, молодец. Мы с Артуром, короче, хотели пойти в кафешку, просто посидеть покушать. Звоним? Нет мест. Звоним? Нет мест. Столики заняты, заняты, заняты. Ну, что за говно такое? Суббота, ну, почему всё занято? Оказалось, что это был бой Хабиба, и все забронировали столики. Нормально, а мы голодные остались из-за вашего Хабиба. Но я очень уважаю Хабиба. Ничего не подумайте. Это я просто так болтушка. Ребята, мы побывали у пацанок. И это просто офигеть, какая радостная новость для меня. Потому что я вам ничего не могу рассказать, никаких спойлеров, ничего. Но просто я была с девчонками, мы пообщались. Они такие же, как и в телеке. Они такие же реальные пацанки. Сейчас меняются. Это было очень интересно, при том, что я смотрю каждую серию по телеку. И единственное, чем меня выписало после того, как я выложила, что мы у пацанок в паблике, как обычно, мои любимые, подхватили новость. То, что я приехала к пацанкам быть судьей и выгонять девочек с проекта. И там, конечно же, комментарии. О, целый ворох. Типа, какая она леди, чтобы их выгонять. Фу, лучше, ё выгони. Мы после этого не смотрим пацанок. И я сижу такая... Я же, почему же, приехала к девочкам в гости. Просто дебильные новости, как обычно. Вот вы мои новости смотрите. Я хотя бы вам нормальную информацию достоверную рассказываю, а не вот этих ежей. Поэтому, чтобы сейчас вас не обманывать, я скажу, что это информация, но она не точная. Говорят, что у Тимати забирает псевдоним Тимати. После ухода Тимати из Блэкстара оказалось, что у него был контракт до 2028 года, где написано, что имя псевдоним Тимати принадлежит Блэкстару. О-оу. Однако, в августе этого года Тимати зарегистрировал новую компанию, которая называется Тимати, из английского Тимати. И вроде как он сможет вернуть свое имя после того, как разорвутся все юридические контракты с Блэкстаром. Короче, у Милохина с Бабичем вышел первый в их жизни фит, можно так сказать. А именно кавер на песню детства, которую они исполняли на ютубе в Суде 69 и обменивались песней с Рауфом и Файком. Они сейчас выпустили это как реально трек ВКонтакте, где вы можете его послушать, кстати. Но, ребята, вы так сильно не набрасываетесь, потому что фитом это назвать сложно. Вот скоро у них выйдет трек. Ой, молчу. Ну, короче, просто слушайте кавер пока что. Ребята, 2020 бьет все сильнее. Недавно Геннадий Горин сообщил, что он уходит со своего ютуб-канала. Удалил все ролики и все. И ушел в депрессию. И его менеджер подтвердил то, что он реально уходит с ютуба и находится сейчас в глубокой депрессии. Ну все, теперь и я в депрессии. Ну, ребята, а это были все новости на сегодня. Пишите в комментариях, какая новость вас просто ошарашила. Кстати, скоро я вас тоже ошарашу какой-то новостью. Вот, потом узнаете. Я вас люблю, целую, обнимаю. Пока. Подписчики призвали Аню Покров пойти в новый сезон пацанок, так как ей не хватает женственности. Что думаете, вписалась бы Аня в шоу? Вы что там совсем офигели? Я не могу понять, что за ужас вы написали, слов нет.